В художественной галерее парка Абая открылась фотовыставка под названием «Держа за руку неслышащего». Здесь собраны более полусотни фотографий. В объектив камеры попали разные люди. Понять, кто из них живет в мире звуков, а кто в мире тишины невозможно. Мадина Бейжи-Гытова долго ждала открытия выставки. Девушка считает, что этот социальный проект поможет молодым людям, обычным и решенным слуха, лучше понять друг друга. Классные фотографии. Они замечательно смогли передать то, что между нами и глухими единственное различие, как мы воспринимаем этот мир. Мы воспринимаем его через звуки, а те, кто не слышит, воспринимают его через образы. И мне кажется, все, что происходит отрицательно с нашей стороны, дискриминация или что-то еще, это все только из-за того, что мы не хотим работать над собой. Если бы каждый слышащий мог бы задуматься, что да, я могу вести себя по-другому, то я думаю, мы могли бы изменить не только свое поведение, но и вообще всю обстановку по отношению к другим. Цель выставки – преодолеть барьер тишины между слышащей и не слышащей молодежью города, развить у тех, кто живет среди звуков, толерантное восприятие других людей. От организаторов мы узнали, что не слышащая молодежь при фотосессии была более контактна и открыта, а вот остальные приходили нехотя. Когда нам нужно было устраивать фотосессию, у нас возникала большая проблема в слышащих людях молодых, потому что глухие, они очень любят фотографироваться, им скажешь прийти одному человеку, приходят пять человек. Говоришь слышащим, десяти приходят двое, поэтому парадокс. На открытии фото-выставки была и творческая, не слышащая молодежь города. Так певцы из школы-интерната для глухих выступили с музыкальными композициями на жестовом языке. Ер-Султан Ер-Султан на жестовом языке исполняет песню Кайрата Нуртаса Алматы Тундере. Парень готовился к выступлению несколько недель и сегодня на сцене чувствует себя уверенно. Ер-Султан признается, что в обществе к нему всегда относились с пониманием. Хоть я и слышу плохо, но ко мне всегда относились хорошо. Жестство язык очень похож на жесты, принятые в обществе, поэтому я всегда нахожу общий язык с продавцами, кондукторами и везде, где нужно общаться с людьми. С мирового взгляда и не определишь, кто из этих людей слышащий или не слышащий. Их поставили в равные условия и запечатлели. Но нам дали вот такой вот каталог. Здесь указано, кто из них живет в мире звуков, а кто в мире тишины. Хотя, мне кажется, для общества это не должно быть важным. МИСК стремится к пониманию между такой разной молодежью и почти каждую неделю проводит разговорный клуб жестового языка, где каждый желающий может научиться говорить на языке жестов. Сама выставка продлится весь май. Вот только место расположения, возможно, будет изменено. Подробности можно узнать по адресу, указанному на ваших экранах. Субтитры подогнал «Симон»